Муж сквернословит. Как бороться со сквернословием мужа? Беседы на эту тему дают эффект, но ненадолго. Вы знаете, я предложил бы вам попросить мужа вместе с вами помолиться. Что вот эти гнилые слова, как апостол Павел в послании к Эфесиным их называет, не исходили из его уст, он должен начать молиться. Пусть это будет совсем короткое правило Серафима Саровского вечера, например. Или просто даже «Отче наш» и «Царю небесный». И произойдет следующее. Человеку вдруг почувствует несовместимость ругательства и молитвы. Потому что вот тот словесный дар, который нам дан и который составляет одну из граней образа Божия, по которому, согласно Библии, мы все сотворены по образу и подобию Божию. Так вот этот дар слова, он может быть употреблен в одну сторону, это молитва, и в другую, это ругань. И чем больше ты молишься, тем нестерпимее тебе ругаться. И чем больше ты ругаешься, тем тяжелее тебе молиться. Поэтому, если он вместе с вами начнет молиться, он почувствует это, скорее всего. И, может быть, с Божьей помощью исцелится от этого. Знаете, у нас в храме есть прихожанин с очень удивительной историей обращения. Он строитель, отделочник с очень большим опытом. И вот он всю жизнь на таких вот выездных работах в бригадах делает большие объекты. И живет в общежитиях, в каких-то вагончиках, где обычно мат стоит, так сказать, до потолка, что называется. И вот однажды он зашел в какой-то храм, где-то рядом с объектом. Посмотрел на все, будучи совершенно далеким от церкви человеком, постоял, посмотрел. А на выходе его остановила женщина, работница свечного ящика, и сказала, юноша, вы крещеный? Говорит, да, я крещеный в детстве. А что же вы без креста? Он, видимо, в такой маке был, чтобы было понятно, что он без креста летом дело было. Да вот, а зачем? Давайте я вам подарю. И подарил ему крест. Какой-то самый простой. И он говорит, вы знаете, отец Федор, я пришел в наше общежитие. Я сажусь, и я понимаю, что я не могу ругаться матом. Просто не могу больше. Меня это так потрясло, что я потом опять пришел в этот храм и начал эту женщину спрашивать. Она мне дала читать Евангелие, стала читать Евангелие. И я тогда вот стал верующим человеком. И действительно, он потом уже в нашем храме проходил большую катехизацию, готовился к воцерковлению своему, был крещен в детстве, я напомню. Но первое, что он почувствовал, когда он прикоснулся к святыне, это то, что невозможно носить крест и одновременно ругаться. И вот так Господь коснулся его души, и для него открылась вера. Поэтому, может быть, если ваш муж начнет с вами молиться, кстати, крест он носит или нет, может быть, тоже надо посмотреть. Вот, может быть, благодать его коснется. А может быть, надо немножко по-другому сделать. Ты сейчас материшься, сними крест. Потому что нельзя. И рассказать ему вот эту историю. Вот, может быть, он так, что такое снять крест для человека, который все-таки свое крещение ценит и понимает хотя бы отчасти его значения. Вот, поэтому, может быть, как-то так попытаться до него стучаться. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok